Привет, друзья! Меня зовут Дима Семенищев, я джазовый контрабасист и аранжировщик, и вы на моем канале Сектор Джаза. Сегодня мы поговорим о теме, которое волнует многих начинающих музыкантов. Это то, как научиться слышать и снимать гормон. Но прежде чем я начну, небольшая история из жизни. Мне было всего 17 лет, когда я увлекся джазом. На тот момент я здорово играл на виолончели. У меня уже был выработан абсолютный слух на электромузыкальные инструменты. Да, так бывает. Я, например, мог сразу записывать все, что звучит в скрипке виолончели, в рояле. Просто записывать нотами, не задумываясь. Писал диктанты с первого раза, но у меня вообще не был развит слух гармонический. И как только я начал заниматься джазом, я понял, что это большая проблема. И я не могу выйти на новый уровень. Я не слышал эти краски. И это было для меня большая проблема и большое испытание. Так вот, друзья, теперь вернемся в настоящее. Как развить свой гармонический слух? И начнем мы с самого первого выпуска сектора джаза, в котором я говорил о том, что буквенное обозначение аккордов состоит из двух частей. Из баса, на котором оно построено, и, собственно, из краски аккорда. Так вот, первое, что мы все должны научиться делать, это уметь слышать басовую партию. И как бы это глупо и не звучало, но в свои 17-18 лет я вообще не слышал бас. Для меня то, что играли контрабасы в симфоническом оркестре, или то, что играл контрабас в джазом Биг Бенде, это было какое-то... И научиться разбирать из этого конкретные ноты оказалось огромным-огромным трудом. Как я развил в себе этот навык? Первое, лично я являюсь чистой водовизуалом. То есть мне легче воспринимать музыку, когда она написана в виде нот. И что я стал делать? Всю музыку, которую я слушал, например, готовясь к викторинам по мус-литературе, мы, конечно же, это делали всегда с партитурой или с клавиром. И я стал, прослушивая музыку, следить только за нижней строчкой. Следить за всеми ее движениями вверх-вниз, куда она идет, и пропевать внутренним голосом. Помните, не так давно у меня был выпуск, касаемый струнного квартета. Я обнаружил, что огромное количество музыки сейчас можно найти на ютубе, в роликах, в которых меняется партитура. Таким образом, вам даже сейчас не нужно отдельно скачивать откуда-то партитуру, или идти в библиотеку, отдельно находить пластинку или аудиофайл. Сейчас вы просто можете пойти на ютуб, включить любое произведение, и следить за нижней строчкой. Например, попробуйте тот же самый квартет Бородина, и вам будет очень легко переключаться между виолончелью, когда она играет высокую сольную партию, и потом, когда уходит в бас. Вы привыкнете к ее тембру, и вы сможете легче слышать ее в четырехголосии. И когда виолончель будет играть басовую функцию, вы просто пропиваете вместе с ней по нотам, как бы сольфиджируя. И тем самым вы прокачаете свой навык слышания басовой функции. Второе. Во всей музыке, которую я слышал, на радио, в машине, в маршрутке, где угодно, я старался вычленить бас, и представить, от какой ступени к какой он движется. Следить только за басом. И третье, конечно, петь, петь, петь басовые партии. Неважно, даже если у вас сумасшедшая сопрано, вы все равно можете пропевать нижний голос с пониманием того, что вы поете основу в данном случае. И не прошло и полугода, и я стал слышать то, как вслед за басом меняется и аккорд. Мы должны научиться слышать краску аккорда. И здесь снова возвращаемся к первому выпуску сектора джаза, где я говорил о том, что аккордов-то всего на самом деле три. Все остальные аккорды либо состоят из мажора, минора и доминанты, либо являются частью их, либо они настолько характерны, как, например, уменьшенный или увеличенный, что вам и так понятно, что, а, это уменьшенный, это увеличенный. И первая задача состоит в том, чтобы различить для себя мажор, минор и доминанты. И для этого не придумали ничего другого, кроме как бесконечно эти аккорды играть и говорить себе каждый раз. Окей, я играю мажор сейчас, например, от такой-то ступени. Я играю минор, а я играю доминанту. Доминанту разрешать либо в мажор, либо минор, чтобы у нас возникло ощущение, аккорд тяготеет, аккорд разрешается. И самое главное пропускать через себя все эмоционально. Например, как только я стал заниматься, я стал для каждого аккорда и для каждого голосоведения, то есть для верхней ноты аккорда, создавать для себя какие-то ощущения. Например, мажор с квинтой наверху для меня звучит довольно-таки закрыто. Мажор с ноной наверху, он приподоткрытый. Мажор с высокой одиннадцатой наверху, он немножечко загадочный космический. Это аппетиты, которые я придумал лично для себя. Вы можете придумать, какие захотите, на разные типы голосоведения. И не поверите, пройдет какое-то время, и вы начнете воспринимать краску аккорда эмоционально, и вы начнете его узнавать. Естественно. Я слышал много раз, что музыканты просто не представляют, с чего начать, с какой музыки начать прокачивать свой скилл снятия гармонии. Его нужно прокачивать с самого простого. И сейчас перед вами появится список, который я просто набросал из головы. Список песен, которые знает, я думаю, каждый из вас. Это либо песни из нашего детства, либо это очень известные песни из фильмов. По сути, это такой наш русский культурный код. Все эти песни объединяет одно. Они все написаны в миноре. Во всех них нет отклонений в далекие тональности. Что это значит? Это значит, что в этих песнях вы услышите только аккорды, которые строятся на основных ступенях минора. Представим, что мы находимся в ля миноре. Соответственно, в этих песнях вы услышите ля минор тоника, на второй ступени си полуменьшенный, на третьей ступени параллельный мажор, на четвертой ступени ре минор, на пятой ступени доминанта ми септ, на шестой ступени фа мажор, а на седьмой ступени соль септ, который будет как бы доминантой к параллельному мажору. И помимо этих семи аккордов, вы еще абсолютно точно услышите в этих песнях доминанту к субдоминанте, то есть это будет доминантовый аккорд на первой ступени, в данном случае ля септ. И вы абсолютно точно услышите двойную доминанту, то есть си септ. Всего девять аккордов. Мне хватило пальцев двух рук, и вы точно справитесь. И сейчас немножко расскажу о том, как снимаю песни я. У меня даже здесь буквально сразу точно лежит какая-то цифровка снятая, вот еще одна. Я уже, конечно, снимаю, если я снимаю что-то для себя, для работы, это выглядит в основном не очень потребно. Но как начинал я, и как я рекомендую начать вам. Для начала вы слушаете песню целиком, и считаете количество тактов в форме. Например, у нас форма состоит из куплета и припева. Вам даже не нужно слушать песню целиком. Просто послушайте куплет и припев, и посчитайте, сколько тактов внутри куплета, сколько тактов внутри припева. Например, у нас получилось 8 тактов в куплете, 8 тактов в припеве. После этого вы берете листок бумаги, зная, что у вас в каждой части по 8 тактов, делите строчку на 4 такта. И у вас получается вся форма, куплет и припев укладываться в 4 строчки по 4 такта. В начале первой строчки вы пишете слово куплет, в начале третьей строчки вы пишете слово припев. После этого вы узнаете, какая у песни тональность. Как только вы осознали, какая у вас тональность, поймите, в каких частях формы вы приходите в тонику, и напишите там ее. Для начала, если вы не уверены, делайте это карандашом. После этого вы можете расставлять для себя подсказки. Если вы понимаете, что аккорд сменился, нарисуйте какой-то знак над тактом. Смена аккорда. Следующая смена аккорда. Следующая. Напишите для себя, где вы слышите доминанту. В данных песнях их у вас может быть всего 4. Это доминанта, доминанта к субдоминанте, доминанта к параллельному мажору, и двойная доминанта. То есть 4 доминантовых аккорда. И вы просто можете поиграть и выбрать один из них. Главное для себя осознать, окей, здесь у меня доминанта. Один из четырех аккордов точно здесь. Надо найти какой. И в принципе, постарайтесь для себя осознать все эти мелодии, как набор устойчивых ступеней, которыми могут быть тоника, субдоминанта, шестая, параллельный мажор. И набором неустойчивых ступеней, которыми могут быть аккорды доминантовой функции. И все. Немножко настойчивости, труда, и у вас все получится. Очень здорово, что у нас становится больше. Обязательно пишите в комментариях, если вам что-то непонятно, или если наоборот стало все понятно, тоже напишите об этом. Мне будет приятно. Меня зовут Дима Семенщев. Увидимся через неделю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»